Девочки, всем привет! Сегодняшнее видео у нас будет о деревянных досках-вкладышах. У нас их очень много, я их разделила на 5 или 6 категорий разных. И сейчас я вам про каждую категорию отдельно покажу. Ну и вот у меня тут на фоне. Ребенок лежит, будет мне, наверное, помогать. Лероня, ты будешь маме помогать? Нет. Нет, не будет она помогать, но значит будем снимать так. И первые рамочки-вкладыши, которые я начну, давайте, это вот эти, которые у меня под рукой. Это рамки-вкладыши с геометрическими фигурами. Первая рамка-вкладыши, это вот такая, она у нас появилась недавно, но для Леры она уже очень простая. То есть так как она хорошо знает размеры, то она ее собирает на раз-два. Но так как у нас подрастает еще малышка, то ей она будет в самый раз. Здесь, получается, представлены 3 вида фигур. Круг, квадрат и треугольник. И 5 видов размеров, от самого большого к маленькому. И, соответственно, нужно вот их выстроить по размеру. Здесь удобная ручка для захвата, они достаточно плотные. Это сделано из фанеры. Вот такая рамка-вкладыш для изучения больше-меньшего размера. Следующие рамки-вкладыши, это вот такие рамки-вкладыши трафареты. То есть здесь 6 видов фигур. Они все одного размера, но получается большой треугольник, в нем поменьше и самый маленький. Вот такие рамки-вкладыши. Лера тоже собрала их на Ура. Такие рамки-вкладыши, что первые, что вторые, отлично давать детям, начиная с полутора лет. Следующая рамка-вкладыши, это как раз-таки первая рамка-вкладыши с геометрическим фигуртором, которая у нас появилась. Это вот такая рамка-вкладыши. Что я могу сказать по качеству? Это рамка-вкладыши фирмы Mellison Dogs, по-моему, как это так называется. А это рамочки-вкладыши. Они ноу-нейм, они фанерные, дешевенькие, дешево покрашены, но в целом неплохого качества. Точнее как, по своей функциональности они хорошие, качества они довольно средние. Но, допустим, по качеству я вам сравню. Смотрите, вот этот рамку-вкладыш. Видите, какая у него ручка, сама по себе, как она сделана качественно и хорошо. И, допустим, я вам возьму рамку-вкладыш, вот тот. Ну, вот видите, оно вот такое. Ну, тоже достаточно толстенькое, плотненькое, в принципе, неплохо. Имеет место быть эти и эти. У нас есть разные рамки-вкладыши по разной стоимости, дорогие и дешевые. Вот это мне, конечно, очень нравится, качество великолепное. Здесь эта доска предназначена для того, чтобы изучать не только разные фигуры, но и, соответственно, цвета. То есть они разных цветов, разные фигуры. Очень удобная ручка для захвата пинцетного, для деток. Прям идеальная. У нас она появилась, когда дочке было около года. Прекрасная рамка-вкладыш. Всем рекомендую. Деткам от года великолепная вещь. Так, с геометрией мы закончили. Дальше переходим к математике. Математические рамки-вкладыши. Вот такая недавно рамка-вкладыш у нас появилась. Производитель Винтик-Шпунтик. Хорошая, отличная. В принципе, мне нравится, но какой минус у нее есть. Вот эта, смотрите, рамка-вкладыша. Она прокрашена. Великолепная, качественная. Очень хорошо именно рисунок нанесен краской. Очень классный. Здесь рисунок приклеен. То есть это вот такой приклеено. И она где-то на какие-то, даже я когда-то уже покупала, отклеилась, надо было уже подклеивать. Поэтому, ну, тоже, в принципе, неплохо. Чем она мне понравилась? То, что ребенок в кучнице выстраивает последовательные цифры от 1 до 10. И здесь он видит, то есть находит, когда ребенок еще не знает цифр, то есть он вот по подобию находит. Видишь, 1-1 и так далее. И пошел собирает. Качество неплохое. Доска достаточно плотная. Сзади тоже все сделано довольно добротно. Хорошие ручки-вкладыши. Мне нравится. Ну, а вот ребенок на айфоне там развлекается. Вот. Ну, дети. Следующая рамка вкладыша, это тоже вот такая цифры. Здесь просто цифры счет. Куплена она была в пятерочке. Качество неплохое. В принципе, я тоже здесь... Я приклеила домой. Да, ты молодец. Здесь оно приклеено сверху. Ну, достаточно красиво. Для повторения цифр в самый раз. Я предлагаю для повторения цифр разные материалы. Поэтому у нас есть и такие, и такие. Вот такая замечательная доска вкладыш. Она очень классная по качеству. Это выжженным. Здесь рисунок выжжен. Она деревянная. Ее, соответственно, можно раскрасить. А там внутри... Сейчас я вам покажу на примере. Не знаю. Нолика. Они там вот так цветные внутри. Вот. Видите? Они такие вот цветные. То есть, соответственно, можно, например, взять красками и раскрасить. И будет цветной. Ну, очень классная такая игра-вкладыш. Мне она понравилась. Следующая рамка вкладыша. Это счет. Куплена была в Ашане. Стоила меньше 100 рублей. Очень дешево. То есть, вот такие паровозики тоже тренируют. Пинцетный захват. Но сама, видите, сам эта штучка, которая торчит, она очень-очень маленькая. Соответственно, деткам раннего возраста это будет неудобно. Но, тем не менее, паровозики. То есть, здесь соотношение количества и цифра. То есть, вот 6 рыбок, например, цифра 6. То есть, хорошая, в принципе, классная. Претензий к ней не имею. Нормальная. Следующая. Это вот такая. Это тоже, по-моему, производитель Винчик Шпунтик. Это самый первый вкладыш, который у нас появился. Когда дочке было только полгода. Она у нас была для тренировки пинцетного захвата. Но сейчас я могу сказать, что вот такие вкладыши, вот с такой ручкой, да, значительно более хорошие, более удобные, чем вот эти с пластиковой. Ну, вот посмотрите сами. Я думаю, вам прекрасно видно, да, что вот эти лучше для ребенка, особенно маленького. Вот когда там полгода летят вместе, такие будут удобнее. Вот. Ну, у нас были вот эти самые. Это был самый наш первый вкладыш. Он так и есть. Вот скоро буду предлагать младшему ребенку. Дальше еще вот такие, ну, типа пазлы деревянные. Это вот такая пазл собачка с чистей. Плотные, раскрашенные, хорошие качества, отличные. Мне нравится. И дальше вот еще вот такой тоже типа пазл. Тут вот так животные, то есть вот так собрать нужно, вставить. Мне тоже нравится, качество хорошее. Претензий никаких не имею. Ну, вот ребенок, кстати говоря, видите, выстраивает паровой из цифрок. Дальше еще вкладыши, которые у нас есть. Это для изучения тоже больше-меньше. Это зайчики, которых нужно выставить по размеру от большего к меньшему. Это первое. Второе. Это вот сейчас покажу эти вкладыши, у нас только появились. Они, ну, я брала вот эти особенно для младшей дочки. Ну, и такие, Саш, тоже понравились. Здесь тоже, соответственно, 4 базовых цвета. Размер от большего к меньшему. То есть их можно выставить по размеру. А там у нас спрячется, покажем яйцо, цыплят. Цыплят тоже можно достать. Соответственно, игра заключаться будет в том, что цыплят самих можно выставить по размеру, также от большего к меньшему. Дальше по тени. Вот такой паровозик. Ой, вот такой паровозик доченька собрала у нас. Дальше выставить цыплят от большего к меньшему, найти, поставить цыпленка правильно по тени, ну, и, соответственно, правильно поставить ему скорлупку. Вот такая вот игра. Вот такой вкладыш с яйцами. Очень хорошие. Они все недорогие. Ну, качество довольно-таки приличное. Дальше вот такой вкладыш зайчики. Зайчиков тоже нужно по силуэту сюда поставить. Ну, и самое классное, это, конечно, котики. Достаточно хорошего качества, можно сказать. Он достаточно плотный, хорошо сделан, качественно. Если всех этих вытащить товарищей, то вот там остаются тени. И по теням, соответственно, нужно правильно расставить котиков. Вот такой длинный паровозик, только она его поставила не в правильной последовательности. Вот, кстати говоря, тоже хорошее применение данному вкладышу. Это вот так учить последовательность цифры, если выставлять паровозик правильно по цифрам. Ну, и вот такой, соответственно, у нас пазл с котиками. И последний тип пазлов, который у нас остался, это пазлы звуковые. Производитель Милиса Индонг. Донг, да, Милиса Индонг. Вот такие. У нас их три вида. Это животные. Ну, вот, смотрите. То есть, убираешь. Здесь, чем мне нравится. То есть, вот ребенок должен не посетить. То есть, вот он взял вкладыш, да, и здесь видно, куда, что нужно поставить. Тут поросенок. Это вот у нас животные. Вот такой достаточно толстенький. Дальше, следующий. Это у нас транспорт. Но по поводу транспорта не могу сказать, что он прям классный. Транспорт поррисован, в принципе, неплохо. Но звук, то мой взгляд, не очень понятный. Ну, это вот паровоз. Дальше, например, пароход. Вот так пароход. Ну, не знаю. И последний вкладыш. Это музыкальные инструменты. Они нам нравятся. Хорошие тоже. То есть, ну, тут вот так. Само звучание достаточно чистое. Достаточно хорошие. Музыкальные инструменты. Хорошие, узнаваемые. Ребенку нравится. Эти вкладыши у нас музыкальные. Дочка их очень любит. Они у нас появились тоже где-то в возрасте в районе года. И дочка их до сих пор любит. Они очень нравятся. Вот именно тем, что они звуковые. Вот такие пазлы. Вот такие вкладыши деревянные у нас есть. Потихонечку буду вас знакомить с нашими деревянными игрушками. У нас входит не очень много. Большинство игрушек, которые у нас преобладают, как раз-таки деревянные. Поэтому постараюсь вас по мере того, как у меня будет время, ознакомить с тем, что у нас есть. Присоединяйте к моему каналу и продолжайте смотреть. Окей.